Внимание! Барс! Несмотря на погоду, настрой боевой. Так началось субботнее утро у сотрудников РН Пурнефтегаза. Коллектив нефтяников отправился на корт седьмой школы. Там для них провели легкоатлетическую эстафету. Пошла эстафета замечательно. Погода, в принципе, дождик, моросить, но ничего, можно было бегать. Ну, по моей подготовке надо было чуть больше потренироваться, а так уже на втором круге меня начало вырубать уже. А так, в принципе, хорошо, достойно. В эстафете приняли участие семь команд. В каждой четыре человека. Три мужчины и одна женщина. Им предстояло преодолеть почти полторы тысячи метров. Соревнования на скорость, выносливость и, самое главное, на умение грамотно распределить силы. Все эти качества помогли команде службы главного энергетика одержать победу. Готовимся весь год, занимаемся спортом. Как бы сплоченный коллектив и дружеская команда, расставление по местам людей громадное, тактический ход, тут все это влияет, как бы выиграли. И, естественно, настроение, боевой дух тоже. И почувствовали адреналин при получении медали, всплеск эмоций. Вообще впечатление, несмотря на погоду, на ура. Активно готовились к соревнованиям и боксеры. В спортшколе «Алим» провели открытое первенство города по боксу. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Губкинского и Ноябрьска. На ринге боролись юноши в разных весовых категориях и возрастных группах. Я был на сборах, в горах, выносливости набрал. Пока лучшая техника. По итогам первенства губкинские боксеры в 12 поединках из 21-го одержали победу и заняли первое место. А вот любители свежего воздуха встретились на тропе здоровья. Их объединил «Велоквест» «Тур де Губ». Жителям предложили не только прокатиться по любимому городу, но и выполнить задание. Мы сделали для участников маршрутный лист. По нему люди катаются, выбирают любую точку, куда хотят приехать и выполняют там задание. Они все собирают в своих телефонах и приезжают уже к нам, когда они все выполнили. Все задания интересны. Например, представить, что стал главой города и рассказать о планах на день или вызвать чудовище на бой. Эй, чудовище, я вызываю тебя на бой! Губкинцам такой вид отдыха пришелся по душе. Да нет, здесь просто интересные люди, можно покататься и общаться заодно. Нет такой цели, чтобы быть быстрее всех или нет. Просто по погоде покататься. Я листала ленту ВКонтакте, увидела как раз это объявление. И я подумала, что можно поучаствовать, потому что дома мне было просто скучно сидеть. По итогам велоквеста все участники получили утешительные призы, а победитель – набор инструментов для велосипеда. Сабина Лемарова, Олег Короткевич, Новости Губкинского.